Иерон пришел в себя, хотя состояние господина Мишарина по-прежнему остается очень тяжелым. Чиновник угодил в автокатастрофу, когда машина из его кортежа занесла на дороге, она врезалась в легковушку пенсионера. Пожилой человек погиб. Тут же наблюдатели заговорили о том, как носился губернатор по трассам области. Многие тогда молились, только бы никого не задел. И вот опасения подтвердились. А злословые суда читают о версии самоубийства на фоне низкого рейтинга Единой России в регионе в преддверии выборов. Выглядит версия, надо признать, циничной, жестокой, но отражает отношение некоторых обывателей к власти вообще. Алексей Камынин собирал версии и раздобыл одно видео. Спасибо, Леша. Здравствуйте. Авария произошла на 206-м километре трассы Екатеринбург-Серов, недалеко от города Качканар. Около 9 вечера по местному времени и 7 по Москве. Губернатор Александр Мишарин возвращался из Североуральска, где встречался с населением в рамках предвыборной кампании. Известно, что столкнулись три машины. Волга Сайбер, Шкода Октавия и Мерседес, в котором находился Александр Мишарин со своим водителем. 65-летний водитель Волги погиб на месте. Водители Мерседеса Мишарин получили травмы. Мужчина и женщина, ехавшие в Шкоды, не пострадали. После ДТП Мишарин и его водителя сначала доставили в реанимацию районной больницы, а затем перевезли в Екатеринбург. По данным СМИ, у Александра Мишарина сломаны обе ноги, повреждено лицо и выбито несколько зубов. Как только врачи разрешат разговаривать с ними, следователи надеются прояснить обстоятельства ДТП. Пока же есть несколько версий. Давайте посмотрим, как могла произойти авария. По некоторым версиям, по словам свидетелей, на участке трассы, где произошло ДТП, был гололед, а сильный снег затруднял видимость. Источник газета РУ в администрации области утверждает, что кортеж губернатора в сопровождении автомобиля полиции обгонял попутный автомобиль и выехал на встречную полосу на повороте. Машина полиции успела перестроиться, а Мерседес Мишарина столкнулся с ехавшей на встречу Волга-Сайбер. После этого в автомобиль врезалась Шкода. По другой версии, автомобиль Шкода резко сбросил скорость. Поэтому водитель Мишарина не успел затормозить и врезался в иномарку сзади. После этого автомобиль главы региона выбросило на встречу, где он и столкнулся с Волгой. Еще один источник в областной администрации утверждает, что ДТП спровоцировал водитель Волга-Сайбер. Под этим данным пенсионер просто не справился с управлением во время проезда кортежа. И потом уже в них врезалась Шкода. По другой версии, 65-летний житель Качканара Юрий Дружинин уснул за рулем и выехал на большой скорости в Мерседес чиновника. В блогах же активно обсуждается версия того, что кортеж Мишарина все-таки ехал по встречке. Ведь только накануне на Ютюбе был размещен ролик, на котором, по словам очевидца, машина губернатора мчится по трассе со скоростью 200 км в час. Давайте посмотрим, а я процитирую слова очевидца. Еду, гляжу в зеркала, несется кто-то. Тем, кто в левом дальнем часто моргают, люстры мигают, сигналят, крякают. Мимо пронеслась сначала машина ДПС, целых три форда, по-моему. Затем мерен черный А003АА, а за ним внедорожник тоже черный, номеров не разглядел. Хорошо идут, подумал я. Стало интересно, сколько. Увязался за ними, набрал около 170, а они все удаляются и удаляются. Но их, подумал я, и вернулся в прежний скоростной режим. Если быстро удалялись, то 200 км в час минимум топили Камикадзе. Следствие также пока не располагает данными, с какой скоростью двигались автомобили. Предварительную причину аварии обещали озвучить в течение трех дней. Спасибо. Алексей Камынин.